Добрый день! Сегодня у нас в студии Демьян Михайлович Ом, ректор Открытого университета, U-Open University, ментор, инвестор влияния, мотивирующий спикер. Здравствуйте, Демьян Михайлович! Первый вопрос. Как-то вы назвали себя разумным эгоистом? И мало кто разделяет принципы разумного эгоизма. Что для вас разумный эгоизм? Что вы вкладываете в это понятие? Ну вот смотрите, я этой цитаты уже не помню, хотя вы явно где-то нашли. Тут есть один момент. Возможно, эта цитата была достаточно давно сделана. Разумный эгоизм для меня, это продолжение истории с объективизмом, это философское направление, с ним понятно. Госпожа Айн Рент, в частности, в своих романах философских и статьях развивает. Очень активно это в 20 веке, и поэтому количество единомышленников у меня огромно. Потому что на минуточку Соединенных Штатов Америки роман, например, «Этланд расправил плечи», я Атлас Шакт, занял второе место после Библии по количеству экземпляров изданных и прочитанных. То есть это очень популярная история, которая явно отвечает такому человеку, как американец. И хотя мне бы сегодня не хотелось абсолютно точно говорить о национальностях, какие из них мне близки, какие мне далеки, с кем мне проще, с кем мне дальше, лучше сосредоточимся на основном. Разумный эгоизм для меня или тот же объективизм для меня, это про то, что существует объективная реальность, и как бы мы к ней не относились, она существует сама по себе. Факт есть факт. Бытие есть тоже. Поэтому если говорить о человеке разумном, я считаю, что это индивидуал, индивидуальность, человек, который максимально объективно воспринимает окружающую его действительность, максимально объективно действует и воспринимает результаты своих действий, он не придумывает ничего сверх того, что он сделал. Шаг, факт, оценка факта, шаг, факт, оценка этого факта. И те шаги, которые мы совершаем в объективной реальности, на эту реальность никоим образом не влияют. Однако, я предлагаю пойти дальше, и вот здесь есть метод импровизации, который я в свое время сформулировал, где я утверждаю, что мы можем влиять и строить, и создавать реальность, независимо от того, что было до нас. То есть мы эти волны на воде создавать можем. Понятно, что если мы их не создаем, а просто замрем, то реальность будет таковая. Но человек разумный, по моему глубокому убеждению, особенно человек талантливый и гениальный, уже обязан влиять на реальность, обязан создавать из различных ее частей, и мысли-форм в том числе, создавать новые объекты, которые будут влиять на жизни других людей, действовать. То есть, человек разумный или разумный эгоист. Здесь самое главное слово разумный. А эгоизм это про то, что я могу отвечать только за свои собственные поступки, и за свое собственное восприятие реальности. Об этом речь. И слово разумный, то есть я могу опираться на то, что есть мой разум, разум и ум все-таки разные вещи, но то, что есть мой разум, и то, что я способен с помощью разума создать, определяю только я. И отвечаю за это создание только я, и за несоздание тоже отвечаю только я. И здесь очень много я, как видите, поэтому эгоизм, но он разумный. Ну, в общем, я надеюсь, да, объяснил, потому что я в этом достаточно много лет живу, слушаю себя, какие философские течения близки. Потому что много, у нас нет смысла перечислять те учения, которые я или отбрасывал, потому что они категорически неприятны, даже неприятны. И те, которые мне были близки, интересно изучать, Сократ, ну, ну, вот такая история. Если я ответил на ваш вопрос, я буду рад. Там был маленький вот этот момент, что не так многие разделяют. Отвечу еще раз. Люди слышат слово эгоизм. Эгоист. И думаешь, это плохо, потому что эгоист тот, кто не думает о других людях. Яговор утверждаю, что разумный эгоист, это тот, кто думает о других людях, но отвечает за самого себя. Да, то есть он понимает, что он создает, еще раз, то, что я сегодня проговорил, он создает конкретный результат своих действий. Поступки, предметы, философские течения, методы, пишет книгу. Это влияет на судьбы других людей. Именно это и есть думание о них. Вы родились в Ленинграде. Теперь это Санкт-Петербург. Вы как-то сказали, что Санкт-Петербург – это не Россия. И что петербургцы, по своей сути, являются людьми мира. Что вы имели в виду? И я это подтверждаю, что Петербург – это совсем не Россия. Это отдельное государство. И так же случилось, что он находится на территории Российской Федерации. Окей. Это скорее политическая история. Культурно, это то, что для меня, в первую очередь, определяет государство. Если уж проводить какие-то границы между сообществами людей или между городами, в которых есть различная архитектура, различные в этой, внутри архитектуры есть такие именно театры, в них идут именно такие спектакли, такие именно библиотеки, вот столько этажей, там столько книг, и именно такие книги в таком состоянии не стоят. В общем, мы можем много-много-много собрать сейчас физических предметов, которые окружают человека, родившегося в определенной культурной среде. Потому что много городов, в которых вот того, что я даже сейчас перечислил, не существует. Культурная среда заполняется чем-то иным. Поэтому культура, она дает другую. И это естественные границы между этим сообществом и таким сообществом. Так вот, Санкт-Петербург, в силу огромного влияния европейского, в силу того, что это все-таки город очень юный, им, видимо, легче управлять его, легче удерживать, как задуман был, он так и остался. Такой задуманный город, как культурная столица. Кроме того, он был и столицей. Что привлекало в него самый сок мысли европейской, самый творческих, выдающихся, талантливых, гениальных даже людей. Смотрите, до сих пор Санкт-Петербург, в котором мне посчастливилось родиться, больше тяготеет к Финляндии, с одной стороны, и к Европе другое не тяготеет, даже ведет дела. Финансы, это переговоры, это нейминги, это непосредственное взаимодействие людей в культурном смысле, те же спектакли, зрители, понятно. С одной стороны, это у нас финны, очень интересные люди, обратить внимание на финское образование. Я многое там почерпнул, и как минимум они меня вдохновляют, тем, что они сделали со своим образованием, насколько оно качественное, правильно организованное, очень свободное и очень дисциплинированное. И европейское, огромная культура различных европейских стран, которые дружны с Петербургом как таковым, петербуржцами как таковыми. Понятное дело, что в огромном городе есть очень много еще субкультур, которые неприемлемы, невкусны, так называемой касте интеллигенции, к которой я себя до сих пор отношу, как человек, который занимается образованием, знает в нем толк, способен отделить нехорошее от хорошего внутри той среды, в которой я сам сейчас являюсь еще и деятелем. Ваш вопрос был про то, насколько влияние Петербурга на меня оказал, или... О том, что будет сказано, что петербургцы являются людьми мира, да? Да. Вот видите, какая подводка получилась правильная. Невозможно потом с таким культурным бэкграундом невозможно трудиться, вкалывать, направлять свои усилия только на один конкретный район или город, или даже страну, или на какую-то одну школу, одну какую-то группу людей, если образованием занимаетесь. Нельзя поступать только в одном каком-то зале. Люди Петербурга настолько наполнены различным знанием и настолько привыкли мыслить и созидать, что нужно много пространства, нужно много простора. Поэтому вот эти культурные десанты, которые у меня случились, когда я эмигрировал 15 с лишним лет назад в Украину, культурный десант случился во всех тех городах, в которых я здесь жил и работал. Больше всего получилось, что в Днепре. Это именно десант, это именно привести то, что я так знаю хорошо в среду, в которой этого не было, и постараться, чтобы оно прижилось, этот росток. Надо определенным образом землю подготовить, много чего. Надо садовников подготовить. Я сейчас готовлю уже садовников, не столько земли, сначала землю. Люди мира занимаются именно этим. Они стирают границы, отвергают их, не видят никаких границ, разве что между разумным и неразумным. Существует для них граница, и то. Найди покой в неспокойной ситуации, как говорят учителя йоги, например, для меня очень точно тоже определяет человек мира. Человек мира способен попасть в горячую точку на земле, на планете, и быть там миролюбцем. То есть действовать контринтуитивно, действовать супротив того, что эта среда заставляла бы тебя делать. Вот это интересный эффект. И, похоже, каждый из нас, кто эмигрировал, многие из моих друзей и одноклассников, и однокурсников, мы живем в самых разных странах, говорим на самых разных языках, но вот этот некий общий язык культурный для нас остался. И мы живем в мире. Вот мир является нашей страной. Представляете, Петербург настолько дает возможность эти крылья расправить. Стирает рамки. Да, есть еще такие города. Я-то хорошо знаю именно Петербург, потому что я в нем половину жизни прожил, вот вторую в Украине. Можно сказать, что вы покинули свой родной город, потому что шли следом за своим предназначением. Что для вас предназначение тогда? А как вы можете его определить? Надо понимать, возможно, это для зрителя будет важно, что перепробовано огромное количество, как-то садился считать, после 30 сбился, огромное количество специализаций, это могли быть. У многих дети, понятно, и танцуют, и рисуют, и там играют на каких-то музыкальных инструментах, например. Но в 16-17 лет это останавливается, потому что человек, например, переходит в какой-то вуз, у меня не остановилось. и в вузах я учился одновременно нескольких, это были самые разные направления, это была ботаника, химия, медицина, психология одновременно. Более того, медицина была в двух разных совершенно в вузах. То есть, да, и надо понимать, что петербургский вуз несколько отличается, это тоже некая среда, ты, в общем, вполне волен выбирать с кем и о чем говорить, у кого, чему учиться. То есть, ты свои, вот я тогда еще начал выстраивать дорожные карты, так как мне было интересно, следовал, да, за неким предназначением, но я тогда его не осознавал. Единственное, что меня волновало, читал ли я книги, ходил ли я на театральные представления, потом сам стал актером, занимался ли я скрипкой, когда заканчивал, как я выступал, как я вообще обращался дальше с инструментом, что это был за инструмент, его выбор, скрипка легендарная. Но предназначение я осознал, думаю, что только в Украине, не так давно, в 2009 году я формулирую импровизационный метод, и тогда начал утверждать, что импровизация, это стиль жизни, мой, и вот я создал импровизационный метод, теперь я готов с вами поделиться им, потому что это наиболее удачный, из всех, что я видел методов и изучал, наиболее удачный метод для сохранения вот этого бесконечного потока обучения, если человек следует за своим, мозг очень развит, поймите, скорость мышления быстрая, уже очень много за спиной, и это могло бы превратиться, например, в ходячую энциклопедию, с одной стороны, а есть не просто желание создавать, ты действительно создаешь, то есть я за год узнавал достаточно столько нового, чтобы потом смиксовать, создать новый проект, когда новый проект был создан, это буквально бизнес-компания, я всегда в предпринимательстве, вот сколько лет, помню, еще 19 лет первая предпринимательская группа собралась, тогда психологии, создать продукт, стать его владельцем, отследить качество, понять вокруг рынок, а потом еще и научить других людей, как такой же продукт создать уже им, и потом следующий год, и потом следующий год, и потом следующий год, вот сейчас на данный момент, я понимаю, что мое предназначение, это образовательная среда, я умею создавать образовательную среду, и то, что мы сегодня называем открытым университетом, ректором которого я стал, это исследовательская образовательная лаборатория, то есть наш университет, это частный университет, но это исследовательская образовательная лаборатория, мы изначально об этом людям говорим, поэтому любой, кто попадает, например, в наши комьюнити, должен быть готов участвовать в различного рода экспериментах, очень точно говорить, как они на него повлияли, потому что нам это крайне-крайне важно, мы не хотим никаких стандартов образования утверждать, и вряд ли захотим, мы хотим создать несколько различных способов форм обучения университета, сейчас их две, но мы хотим несколько, потому что люди талантливые, очень сильно отличаются друг от друга, даже в одном поколении, а когда мы сталкиваемся с несколькими поколениями одновременно, а мы хотим заниматься и с 12-летними, и с 35-летними, и с 25-летними, это колоссальная же разница, как их учить, в какую среду их учить, поэтому давайте скажем, что лаборатория это здорово, это огромное количество ресурсов, конечно, требует, но мне-то как раз это наоборот, в удовольствие, понимаете, это использует весь мой бэкграунд, и ботанику, и скрипку, и физику, и медицину, чтобы я не раз... понимаете, история медицины, там очень интересно, архивные работы были, очень много разного всего, и еще можно много чего узнать, но уже сейчас импровизация, это создание произведения в момент его исполнения, если мы вспомним Википедию, так вот я сейчас создаю произведение, опираясь на то, что я знаю, и получаются удивительные новые формы, эти формы часто содержат то, что мы и так знаем, и линдское образование, у меня недавно HR-директор одной из компаний говорит, вы ничего нового не придумали, когда я сказал, что, например, если мы каллиграфию предложим в обязательном порядке для проектных менеджеров, это повлияет на эффективность их работы, вы ничего нового не придумывали, да, но как много проектных менеджеров действительно используют каллиграфию для того, чтобы я-то не придумал, но среды-то нет, в которой люди бы это делали без меня, если бы они это делали без меня, я бы предложил что-то еще, то есть с этим вопрос решен, но так-то я реагирую на то, что не решено, среда необходима для дисциплины людей, даже очень взрослых, дисциплинирует, но в этой среде внутри мы должны выносить какие-то необыкновенные элементы и пытаться их смиксовать, даже если нам кажется, что это трудно. Много сказал, увлекся, надеюсь, на вопрос ответил. Я в театре работал сначала как скрипач в оркестре, музыкальном театре, играл, это еще очень юный возраст, Петербург, Петербург, да, это было 18-19 лет, а потом я попробовал себя на сцене театра, театр профессиональный, но я в нем занимался два года, то есть это очень приятный для меня период, много упражнений, много пота, пахоты, профессиональный театр требует каждый день заниматься, сначала просто мастерская была при театре, потом это репетиционный процесс, потом это выступление на сцене, это огромная, конечно, работа, но слушайте, это далеко не профессиональный путь, если, поэтому если говорить про актерское мастерство, у меня просто есть большая любовь нынче к актерам, я немножечко больше понимаю их профессию изнутри, чем если бы я был просто профессиональным зрителем, которым являются все петербуржицы, профессиональный зритель тоже хорошо, то есть понимать, что происходит на сцене, а вот скрипка, видите, я последний раз играл публично как раз вот в этом театре, и после этого скрипка стала настолько личным для меня инструментом, что нынче я ее использую только для двух моментов, первое, это работа с эмоциями, которых у меня много, я не собираюсь избавляться от своей вспыльчивости, потому что это нужный для меня процесс, мне нужно взрываться, так я не болею, так я рассказываю о себе, так я быстро рассказываю о себе, очень искренне, объяснять это таким голосом долго, как и у этого человека, это бесполезная история, совершенно это все, всем очень скучаю, поэтому я люблю проявлять эмоции, даже если это гнев, даже если это боль, горечь, грусть, сожаление, уныние, отвращение, то есть, кажется, их проявлять-то не надо, если ты эмоционально здоровый человек, я утверждаю иной, что эмоционально здоровый человек испытывает огромный спектр эмоций, проявляет все это, просто ты способен, должен отвечать за то, что ты проявил, ты людьми, инвалидами не оставляй, потому что да, ты повлияешь, ты в гнев, ты можешь обидеть человека, оскорбить своим, потому что люди чаще всего на свой счет принимают, если я умею с этим дальше работать, а я умею с этим дальше работать, то я буду это проявлять. Так вот, скрипка дает мне возможность, когда я испытываю эмоцию, или несколько эмоций сразу, совсем деструктивные, брать скрипку, играть целый ряд мелодий, которые перемалывают, эмоция, она растворяется в звуках, она исчезает в воздухе, возможно, если бы я говорил об этом словами, это было бы не так, но не так. То же самое с состоянием исключительного счастья, если, или какого-то экстаза, когда ты очень рад, что что-то случилось, какой-то проект действительно состоялся, так как ты его задумал, или какие-то потрясающие люди тебя окружают, пришли, например, в команду, и вы вместе делаете еще больше, это удивительно наблюдать, или ты просто видишь, как у твоего друга получилось что-то, вот, Сергей Горбаня, сейчас в мастерская, наблюдаю, как он ее строит, лет 15, последние, я просто смотрю, что этот человечище сделал, будучи единственным в строении гончаров, профессия вымерла, а с ним она растила заново, и это такая фантастика, наблюдать, в общем, вот в этом состоянии тоже брать скрипку и играть классно, очень, совсем другие мелодии, совсем другое состояние, но это тоже надо перемолоть, потому что эта эйфория, она другим людям, может, и не нужна, как мне кажется, то есть скрипка, это для меня терапевт, а второе скрипка, это еще инструмент для подумать, когда не эмоции, а я решаю сложную задачу, поскольку я шахматист, да, я люблю комбинации, мне нравится, когда на доске сложно, мне нравится, когда я, кажется, нашел решение не делать хода, а посмотреть, поискать еще раз, хотя я перед этим, казалось бы, сидел час, искал решение, и время уже заканчивается, и уже заскучавший партнер, но еще раз посмотреть, еще раз посмотреть на эти решения, так вот скрипка в такие сложные моменты, когда нужно принимать решение в бизнесе, например, очень выручает, ты играешь на скрипке, свободная импровизация, и мозг работает совершенно иначе, что не отрицает слушание Моцарта, который второй после Бога, да, к нам. Спасибо. С вами был ректор открытого университета, Игорь Михайлович Ом, беседу вел Коваленко Андреев. Такое очень было интересно, очень увлекательно. Благодарю вас. Да, хорошая идея собраться и поговорить. Спасибо.